Всем здравствуйте! Сегодня я расскажу, как настраивать контрольный пусковой блок. Так как у меня прибора на руках нет, я создам по пробе имитацию и расскажу по ней, как настраивать данный прибор. Создадим несколько приборов. Добавить прибор. Как видите, выберем прибор непосредственно сигнал 20. Далее также добавим в прибор контрольный пусковой блок. И после уже поговорим о настройках, как это более качественно. Приходим в разделы. Создадим 10 разделов. Занесем с сигнала 20 первые 10 шлейфов в эти разделы. Перетаскивается, зажимается левая клавиша на мышке на шлейфы и перетаскивается непосредственно в раздел. Все сделано. Давайте перейдем в реле. В данном пути мы будем... Вот, реле. У нас есть 6 реле. Выбираем программу. Выбор программ очень большой. Первую программу, допустим, поставим включить. Данная программа имеет следующее. То есть начальное состояние выключено. То есть на контактах 0. При каком-либо событии происходит включение данного реле. И на контактах у нас образуется 12 вольт. Далее. Вторую программу мы поставим выключить. Данная программа у нас в нормальном состоянии без каких-либо событий с 12 вольт на контактах. При каком-либо событии выключается. На контактах появляется 0. Третью программу. Стандартная. Лампа. Ее используем для табличек выход и СЗУ. Лампа. Четвертую программу. Мы будем использовать сирены. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Выбираем программу Сирена. Также является стандартной программой. Основной. Можно так сказать. Которую используем. Да. И еще такой момент. Не забудьте занести разделы, которые вы будете использовать по данным программам. Теперь поговорим о времени. Время управления в секундах измеряется. Допустим, я введу 360 секунд. Что будет означать, естественно, 6 минут. То есть, время управления данным реле будет равна 6 минутам. Пройдет тревога. Вы ее выключите. Или она по истечению времени выключится. И при следующем событии у вас заново будет обычно также тревога. Поэтому подбирайте время такое, которое вам непосредственно нужно. На каждом непосредственно реле. И вот не забудьте, я вот не стал заносить разделы. А вы можете попробовать пощелкать. Да. И вот выбор у нас громадный. Управление данным реле. Так что обязательно что-нибудь вам подойдет. Их всех обговаривать смысла нет. Это уже, я думаю, сами проиграетесь. Все у вас получится. Далее у нас уровень доступа. В данном разделе уровень доступа, он в основном требуется у нас для блока контрольной индикации. Для того, чтобы можно было управлять непосредственно блок индикации всеми разделами, которые вы занесете в уровень доступа. Создадим, например, пароль свой. Сюда вводите свой пароль. У меня будет 2626. И, как видите, уровень доступа. Вы вводите тот, который вы создали непосредственно. Вот. Единичка. Это вот наш созданный уровень доступа. Вы можете как угодно его крутить, вертеть, как вам захочется. Данные цифры вы будете вводить в блоке индикации, в управе. И после этого будет уже управляться непосредственно из пульта и из блока индикации. Дальше идет у нас привязка непосредственно к приборам. Так как у нас сейчас на данный момент один пульт, вы привяжитесь только к пульту. То есть пульт будет управлять непосредственно вашими приборами. Вот. И, в принципе, такое небольшое видео. Всем спасибо. Надеюсь, я разъяснил. Да. И не забудьте заносить в реле разделы. Непосредственно те, которые вам необходимы. Чтобы управлялось этим именно непосредственно реле при событии в данном разделе. Все. Ура. У household Hulто. Ну, мисе.